Используйте технику, чтобы подняться в воздух и перемещаться свободно. Ебать, это что такое? Ой, это что за телевизор? Вот это Майкл Джексон, нифига себе! Гантэ в шляпе это вообще шикарная вещь. Встречай, официальная версия виртуальной вселенной настоящая игра начинается сейчас. Эй, полегче, что ты вытворяешь? Предупреждаю, дикий огонь где-то рядом, они готовятся к атаке. Шахтеры безоружны, это уже ни в какие ворота. Давай, я разберусь. Вот так вот. Ага, не изображай себе героя. Я пойду с тобой, я тоже в деле. Мы не можем позволить этим головорезам творить все, что им заблагорассудится. Вечерочек, ты на канале Гантэгеймс, где мы с тобой играем в разные игры. И мы продолжаем играть в Хванкаистер Рейл и начинаем, как всегда, книг. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Бусти. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Бусти. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Дискорд для общения и обсуждений Хванкаистер Рейл, хорроров и много чего еще. Жду тебя там. Все ссылочки в описании. Значит, мы больше не будем обманываться. Читаем вообще все подряд, что у нас есть. А тут вообще очень много всего. Так. Руководство по технике безопасности для шахтеров. Устаревшее руководство по технике безопасности. У каждого шахтера в подземье есть отдельная копия. Прошивка буклета в ужасном состоянии. Страницы покрыты черными масляными отпечатками пальцев, что делает большую часть текста неразборчивы. Руководство по технике безопасности для шахтеров. Инструкции при входе в шахту. Работники должны заходить в шахту отдохнувшими и здоровыми. Категорически запрещается употреблять пищу или напитки, которые могут ухудшить самочувствие. Срого соблюдать правила входа в шахту. При входе в шахту необходимо надевать защитную каску и рабочую одежду. Необходимо иметь шахтерскую лампу с достаточным зарядом аккумулятора. Необходимо иметь при себе пару обуви, инструменты, материалы и запасные части для исполнения служебных обязанностей. Должна быть обеспечена корректная работа счетчика РЕНД. Перед началом смены сотрудники должны своевременно прибыть на организационное собрание и внимательно прослушать всю информацию об организации и безопасности проделываемых работ. Сотрудники обязаны знать эвакуационные выходы, указатели и маршруты во избежание происшествия во время выполнения работ. Сотрудники должны быть знакомы с подземными сигналами, указателями безопасности и различными сооружениями и оборудованием. Сотрудники должны быть знакомы с признаками проникновения подземных вод. При обнаружении признаков проникновения необходимо немедленно сообщить дежурному по смене для организации эвакуации. Потемнение залежи геосущности, резкое снижение температуры геосущности, появление бесцветных капель на потолке забоя или внутренней стене штрека, обводнение на потолке забоя и появление высокого напора, повышение влажности в забое, увеличение количества вредных газов в забое, появление шума воды. Сотрудники должны быть знакомы со стандартным режимом работы счетчика РЕНД, обращать внимание на уровни радиации в шахте и вести работы при безопасном уровне радиации. Сотрудники должны быть знакомы с признаками теплоэнергетической реакции геосущности. При обнаружении такого явления необходимо немедленно сообщить дежурному по смене для организации эвакуации. Повышение влажности в забое, появление туман или капель на штреке, потолке и т.д. Повышение температуры в штреке выходящей струи воды, обратного потока воздуха и т.д. Появление запаха гари, например, кокса, жженой геосущности и т.д. Появление чувства дискомфорта или патологических состояний, таких как удушье, головная боль, головокружение, слабость конечностей и другое, задавление. Порядок взрывных работ. Строго следуйте инструкциям входа в шахту, чтобы подготовиться к работе. Сотрудники должны иметь допуск к взрывным работам. Сотрудники обязаны строго подчиняться команде и распоряжениям лица, ответственного за смену и выполнять работы в соответствии с инструкцией по взрывным работам и проектам взрывных работ. Перед эксплуатацией должна быть проведена проверка безопасности детонаторов. Закладывание снаряда должно проводиться в строгом соответствии с требованиями ответственного лица. Для подрыва зарядов использовать деревянные заборники, а в шпуры нельзя бросать высокочувствительные взрывчатые вещества и пачки детонирующих зарядов. При заряжении принимать соответствующие меры согласно правилам. Избегать непосредственного попадания патрона на детонирующий заряд. Категорически запрещается сжимать заряд при заклинивании. Для решения проблемы должен применяться длинный неметаллический стержень. Если в процессе размещения заряда обнаружены трещины или дыры, операцию следует остановить и сообщить ответственному персоналу. Операцию можно продолжить после того, как ответственный персонал предоставит план работы. После размещения заряда следует очистить площадку от мусора. При этом следует избегать повреждения детонирующего шнура. За подключение взрывной сети должен нести ответственность специально обученный сотрудник. После сборки взрывной сети инспектор должен провести повторную проверку. Станция подрыва должна быть установлена за бункером или вне опасной зоны. Перед взрывными работами должно быть сделано предварительное предупреждение. Весь персонал, оборудование и прочие предметы должны быть эвакуированы из опасной зоны. После подтверждения того, что опасная зона свободна, выдается сигнал подрыва, после чего можно проводить взрывные работы. Вход на место взрывных работ в течение 30 минут после подрыва категорически запрещен. Через 30 минут дежурный смены должен выйти на место проведения взрывных работ для проверки обстановки. Предупреждение можно снять только после подтверждения безопасности. После завершения взрывных работ все взрывные устройства должны быть подсчитаны и возвращены в строго соответствии с процессом возврата взрывных устройств. Должна быть проведена соответствующая инвентаризация. Должна быть. В следующей странице почему-то склеились дальнейшие чтения невозможно. Ну, раз невозможно, тогда мы начнем делать свои великие дела. Так, смотри, начинаем мы с друзей. Запросы. О, у вас сегодня много. Меркат Ice Only есть. Lumi есть. Tabet есть. Sohei Got Team Building Question есть. А достигнут лимит? Sohei достигнут лимит. У тебя 100 друзей. Для меня там места нет, видишь. У меня еще есть места, а вот у тебя мест нет. Поэтому освободи, как будет время. Ну, или не освобождай, как тебе будет удобней. Так, а я, кстати, напомню по поводу друзей. Видите, как вас много, ребят? У меня в друзьях. Если вы еще не были в моем видео и хотите в него попасть, вы можете это сделать благодаря чашелистам. Вконтакте. Есть ссылочка внизу вот этого видео, будет ссылка на мою группу Вконтакте. Там есть обсуждение. И там вы можете оставить свой ник в Хонкай. Star Rail. И тогда вы можете попасть именно в мое видео, в чашелист. Будете мне помогать сражаться со всякой чепушней. Такая коротенькая рекламка была. Рассылка, 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 рассылка. Награда. Активация промокода. Все, берем. Мало нефрита в этот раз дали. Зажлобились. Так, что у нас здесь? Встань врага врасплох. Атакуйте в начале боя соответствующим типам 100 раз. Окей, что-то еще есть. О, тут много. Особенный опыт. Примите участие в особых событиях в виртуальной вселенной 10 раз. Есть. Лихорадочный удар. Развитие 20 разрушаемых предметов в виртуальной вселенной. Есть. Адреналин. Усильте благословение в виртуальной вселенной 10 раз. Есть. Существование предшествует сущности. Разблокируйте 12 штук благословения сохранения в виртуальной вселенной. Это есть. Воспоминания взирают на меня. Разблокируйте 12 штук благословения и памяти в виртуальной вселенной. Это есть. Да будет прекрасный хаос. Разблокируйте 12 штук благословения и радости в виртуальной вселенной. Это тоже у нас есть. Смотри, по поводу прыжка. То есть вот здесь ничего мы сделать не можем. Я опять просто пройдусь. Все это покажу, что ничего здесь нет. Виртуальную вселенную там один мир мы его уже прошли в прошлой серии. И я его теперь прохожу просто набиваю, набиваю, набиваю. Прыжок у нас накопились. Вот этих я не хочу выбивать, но у нас накопились серые. Поэтому давай сделаем прыжок. Я хочу получить химеку. В одной из прошлых серий мне понравилось их соединение химеку и асты. Когда они просто этими бонус атаками фигачили, фигачили, фигачили. Просто сами по себе. Это будет, это вот, знаешь, это замена ахерон получается. Которая просто могла херануть раз и типа все, ты мог не париться, ни с кем не сражаться. А тут получается так, что, а тут кто-то будет? А тут получается, что это как бы замена ахерон. То есть ты в любом случае, что это, 4 звезды? Гармония. Так, повышается на нас процентов. А, а у нас гармония, кстати, у нас же гармония, это, это. Я, я хочу химеку теперь. У нас же гармония, это же вроде зарянка. Ну. А у тебя тоже гармония? А, да у нас еще и уровень наложения, 5. После использования или получения владельцем атаки, я дополнительно восстанавливаю 8 единиц энергии. А если мы захотим сменить? А, так это же лучше, это 4. В начале боя, когда союзник наносит урон того же типа, что и тип атаки владельца, наносимый им урон повышается на 12%. А... А почему он закрыт? Вот, почему стоит замочек, я что-то не понял. Где-то стоит замочек, а где-то не стоит. Но это пока самый лучший, поэтому он уйдет от зарянки. Наложить, я думаю, мы не сможем ничего на него. Хорошо, давай просто тогда повысим ему уровень. Это все? А, мы еще сейчас его возвысим. А потом мы его еще... Еще? О, ой, я столько накопил! Ооо! Как же это хорошо! Так, значит ты это получила. Кому-то еще нужно конусы? Нет, тебе менять его не надо. Видишь, у тебя тоже 4 звезды. А, тут еще есть какой-то. Урон базов в атаке навыка владельцем, пришел на 24%. Эээ... Ну, ладно. Мне сказали, что это лучше, значит, если это лучше, пусть будет лучше. Но ты сильный? Ты сильный. У меня тоже усилить. Тоже ты вроде сильный. Так, а сменить мы можем на что? Есть еще такая штука. Либо собачка. Сила атаки повышена на 10%. Эээ... Ммм... А мне вот это больше нравится, кстати. Сменить. У меня много сейчас всего. Я меняю на... На Мишу. Автодобавление. Прокачивай. Мне вот это нравится больше. Возвышаем. Прокачивай. Супер. А теперь наложить мы что-то можем? У нас ничего нет. Хорошо. А, подожди. Почему ты... Почему ты вышел? Рассу. А. С рассу мы разобрались. Лоча. Что у тебя с лочей? В смысле возвысить. Почему я выхожу? А, ну нельзя. Окей. Эээ... Так, Лоча. У тебя что с конусами? О, у тебя много разных. Так. Это что? Скорость восстановления энергии владельца повышается на 8%. Так. Исходящие исцеления на 12%. Это что? Так. Исходящие исцеления владельца повышается на 10%. Уходов использования навыка владельца восстановления всем союзникам. Так. А вот это? В начале своего ухода владельца восстановит 8% энергии случайному союзнику. Кроме владельца, чуть текущей энергии ниже 50%. Ммм. Мхм-мхм. Так. Исходящие исцеления владельца повышается на 10%. Просто это нужно смотреть еще вот эти всякие... Вот вы мне еще говорите, что я тут... Не знаю, что это. Там уже столько всего изучать надо. У вас есть на это время изучать? У меня нет столько времени изучать это. Я смотрю по ходу. То есть я считаю, что игра должна быть логически, нормально, понятно, что я такой... А, вот это лучше, а вот это не лучше. Ну, короче, ладно. Пусть будет, что будет. Хрен бы с ним. А что, реликвии какие-то появились? Ух ты. Сапожки. Так, а вот это у меня что? Повышать защиту. А вот это что? Повышать силу атаки. Сменить. Сапожки. А, и вот тут оно что-то появилось. Эффект пробития. Так, это защита силу атаки. Пусть будет вот это, значит. Так, мы еще не всех нарядили. Окей, значит тебе нужно что? Тебе нужно... Так, это у тебя есть. А, нет. Нету. Экипировать. Экипировать. Это тоже возьми себе. Это же защита. Экипировать. Дальше у нас что? Дальше у нас идет... Вот ты. Рекомендуем конфигурации. О, так можно было. Ну, супер. Ну, супер. А можно мне так везде, чтобы он мне сам конусы выбирал? Это же здорово. Это же классно. Реликвии, все. Погнали играть, короче. На чем мы остановились? Так, тут Тоня стоит. Всех ждет. А мы пойдем сюда. Так, а можно камеру подальше? Как-то очень близко. Жизненький. А, это правильный путь? Похоже, впереди завал. Не тебе решать. Давайте посмотрим поближе. Да погоди. Видишь, я же знаю, что тут сундук еще будет лежать. Тут всего много. Продолжьте продвижение в шахту. Ага, это мы читали. А, смотреть. Тут вагонетка все заблокировала. Что делать? Может взорвать? Полегче. Она принадлежит шахтерам. Мы не можем просто ее уничтожить. Лучше подумать, как ее починить. Легче сказать, чем сделать. Ты знаешь, как чинить? Конечно. А кто в подземне не знает, как починить вагонетку? Сейчас посмотрим. Сломан даже штифт, соединяющий кузов с шасси. Не говоря уже об опоре задней колесной пары. Это похоже на работу прислужников с варага. Нужно поискать детали. Эх, какая трата времени. Находюша. Бип-бип-бип. Друзья, нужно что-то найти. Находюша может помочь. Как ты сам вылез? У тебя же какой-то там модуль сломан. Бип-бип-бип. Модуль сканирования мозговых волн действительно сломан. Однако функция ручного ввода для поиска по-прежнему работает. Ну уже скорее. Введите название искомого предмета. Находюша поможет. Ух, сколько самоуверенности. Что ж, давайте попробуем. Где интерфейс ввода? А, нашла. Штифт вагонетке. Колесная пара вагонетке. Подтвердить. Вот так. Бип-бип-бип. Обработка запроса. Бип-бип-бип. Совпадение успешно. Начать поиск пропавшего предмета штифт вагонетки. Бип-бип. Предмет найден. Пожалуйста, следуйте руководству по безопасному использованию поисковика объектов для дома, чтобы начать поиск. А, и чё? Воу! Разделилась штука. Активируйте поиск поисковик объектов для дома, чтобы найти направление искомого предмета. Ре. Поисковик объема объектов, представленный корпорацией Межзвездного мира, известен как находюша. Вы можете найти особые предметы, следуя направлению, указанному находюшей. Каким бы способным ни был находюша, он не найдет то, что за световые годы от вас. Цвет индикатора поисковика объектов для дома может показать расстояние до цели. Красный индикатор указывает на большее расстояние, а зеленый на близкое расстояние. Используя точки пересечения, где встречаются несколько направляющих световых лучей, вы можете определить местоположение цели. В этом месте снова используйте поисковик объектов для дома, чтобы найти цель. Ха-ха, прикол. Бип-бип-бип, техника Межзвездного мира, ваш самый надежный партнер. А что ты, со мной не пойдешь? А там 6 из 7. Бип-бип-бип, техника Межзвездного мира, ваш самый надежный партнер. Что-то я не понимаю. Бип-бип-бип, когда вы хотите посетить магазин техника Межзвездного мира, находюша создаст для вас напоминание в календаре. Ну, где-то здесь. Бип-бип-бип, в соответствии с условиями обслуживания, я не гарантирую, что результаты поиска правдивы и надежны. За более подробной информацией, обращайтесь в магазин техника Межзвездного мира. Бип-бип-бип. Так, ладно, хрен с тобой. Ну, он мне сюда показывает. Ой, не то нажал. Бип-бип-бип, обнаружен предполагаемый целевой объект. Текущий поиск завершен. Осуществляется переход в спящий режим. Как это сложно. Дай-ка посмотреть. Эта деталь сгодится, а от этой машинки есть толк. Бип-бип-бип, ну что, мне удалось произвести впечатление? Как удобно. Когда Даниханин в следующий раз потеряется, мы сможем быстро найти его с помощью находюши, да? Бип-бип-бип. В настоящее время функция поиска органической жизни не поддерживается. За более подробной информацией обращайтесь в магазин техника Межзвездного мира. И правда хорошая идея. Давайте к следующей детали. Бип-бип-бип. Начать поиски пропавшего предмета колесная пара вагонетки. Бип-бип, предмет найден. Пожалуйста, следуйте руководству по безопасному использованию поисковика объектов для дома, чтобы начать поиск. А как? Вот она остановилась. А как она? Че она? А, ну у нас область отмечена. Так, давай вот здесь запустим. Так, это куда-то сюда он показывает. Если запущу вот здесь. О, нашел. О, предполагаемый целевой объект найден. Класс. Удобно. Ну все, я примерно сообразил, как это работает. Готово. Ты очень помог, находюша. Бип-бип-бип, не благодарите. Техника межроза мира. Ваш самый надежный партнер. Бип-бип-бип, поиск завершен. Устройство переходит в спячий режим. Пожалуйста, заряжайте поисковик объектов для дома вовремя. Повезло нам, ведь без находюши мы бы полдня искали эти детали. Ну не полдня, но эта машинка и правда очень удобная. Ладно, давайте начинить вагонетку. Ты сама собираешься ее чинить? Почему бы нет? В подземье можно рассчитывать только на свои силы. А ты смотри внимательно. Грядишь чему-нибудь научишься. Так, и у нас миссии. Дорогу вам предупреждает сломанная вагонетка. Послушав объяснение о зеле, вы решаете собрать лежащие поблизости детали, починить вагонетку и убрать ее с дороги. Как же утомительно будет искать запчасти. Вы представляете, как господин Янг разносит вагонетку черной дырой? Ну, у нас есть находюша. Удобно, когда есть находюша, да? Давай чинить. Подтвердить. Вы вместе чините вагонетку. Отлично, миссия выполнена. Надо же, быстро справились. Я думала, что вы из тех, кто боится запачкать руки. Осторожно, вагонетка отправляется. Так, что у нас дальше? Вы починили сломанную вагонетку и убрали ее с дороги, открыв путь вниз. До нижней части шахты уже недалеко, но вы замечаете, что зеле выглядит настороженно. Ее взгляд стал острым, словно кинжал. Она и так всегда выглядит довольно пугающе, но что заставило ее стать еще серьезнее. Вы этого не знаете, но точно знаете кое-что другое. Опасность подстерегает на каждом шагу, поэтому вы должны быть готовы ко всему. Ой, как же... Двигайся. Роботы наверняка уже заняли дорогу впереди. Идем осторожнее. Ой, стойте, стойте, там большая злобная железяка. Это модель... Это один из прихвостней сварога. Не бойтесь, мне уже попадались такие роботы. Пойдемте. Да епта, сейчас это что? Пожалуйста, оформите. Оформите, я нажимаю, я нажимаю. О, нельзя! Да и мы сейчас так быстренько ударим. Я-то думал, я могу их пропустить. Ну? Минус один. Ну типа да, будем считать, что он сильный. Поддерживай. Это пригодится. А что она дает? Не показывается, да? Так, ну тебя тогда вот так. Ну, а тебя вот так. Я думал, он до нас все-таки не дойдет, но он, видишь, он дошел. Он дошел, и это не очень хорошо. А, ну все. Он как дошел, так и отошел. Давай. Красиво. Красиво его заверши. Вот так. Очень красиво. Мне понравилось. Так, что у нас здесь по карте? Так, тут идет разделение. Ага, там тупик, значит идем направо. Тут же тупик, правильно я понимаю? Так, что-то есть. Что-то есть. Костер. Тут кто-то живет. А, ну блять, кто-кто? Шахтеры. Ты что, дурачок? Конечно, шахтеры. Так, когда дойдем мы до моего испытания этого равновесия? Как же до него долго идти? Я такой думаю, ну все, мы пойдем четко по сюжету. Четко у нас будет много-много сюжета. А потом я вспоминаю, что там есть какие-то вот эти пещеры коррозии. Еще что-то, еще что-то. И куча, куча всего абсолютно. И то, что все равно это будет немножко притормаживать наше движение вперед. Вот, смотри. А если бы была Химеку, она бы сейчас снесла сразу трем, эти, всю защиту сняла бы. Следом пошла бы на нее Аста. Она бы там крутилась, вертелась. Потом бы херанул еще Ратсо. А потом бы Зарянка спела. Я даже не знаю, в такой, как его сказать, в такой команде даже придется от Ганты отказаться. Хотя, может, от Ратсо. Не знаю. Подождем. Бляди, это жило впечатляет еще сильнее. Да, блядь, жило как жило. Сомневаюсь, что под землей когда-нибудь увидят ее истощен. Так, смотри, я переключусь, чтобы не подсматривать. Под Зарянку. А можно как-то... А, я же это смогу, могу сфоткать, да? Можем, да? Чтобы красиво было. Без тебя. Можно без тебя это сфоткать? А, от глаз. Нет, это не то. Вот так. Ага. Во, красиво. Фоткай, пригодится. Возможно. Возможно, оно пойдет в превьюшки, а возможно, не пойдет. Посмотрим. Тут все решает дело случая. Так, как близко. Так, тут должно быть что-то. Я уверен. А, ну пойдем, пойдем туда. Сейчас мы тут все обследуем. Все пособираем. А, тут-то тупик? В смысле тупик? Тут не показано, что здесь тупик. Ну, видимо, да. Мы разберемся, мы здесь все зачистим, и тогда все будет нормально. Окей, ладно, хорошо. Пойдем до вот этих вот, ребят. Ой, как же с вами муторно. Что приходится все-таки вас постоянно все делать вот это самим. Я тебе говорю, нам так бы охерон помогла. Эх, лочи, сука, выпал. Понимаешь, если бы я крутанул, по идее, не лочу, а охерон, она бы у меня выпала. Вместо лочи нормально байло бы справлялась. Ну вот, сука. Вот поэтому я сейчас и не делаю крутки бесконечные, как я тогда делал. Даже кто мне не нужен был, я все равно крутил. Типа, авось пригодится, когда-нибудь будет. Но я понял, что это была ошибка. Ошибка. А, мы спустились вниз как раз, тут подъем же был. Правильно я помню? О, ролик. Это жила. Так это из-за нее? Господин Сварак, это такая массивная жила, я никогда не видела столько геосущности. Идет расчет. Исходя из среднего темпа добычи этой жилы, хватит, чтобы обеспечить Белобок энергии на 231 день с погрешностью 7 дней. Но ты позвала меня не из-за руды, обозначь свое истинное намерение, Клара. Верно. Я хотела, чтобы господин Сварак увидел, что из-за жила пострадало много шахтеров и бродяг. Можете им помочь? Я уже предотвратил спор и временно взял зону добычи под свой контроль. Результат оценки, в случае отсутствия других переменных в течение следующих 30 дней не возникнет новых крупномасштабных вооруженных конфликтов. Я знаю, зачем вы это сделали, господин Сварак. Просто я не думаю, что этого будет достаточно. Шахтерская бригада и дикий огонь, они не понимают ваших действий. Если бы мы только могли как-нибудь еще помочь... Моя миссия защита подземья. Доверие в выборке меньшинства является избыточным в моих расчетах. Человеческое поведение всегда будет отклоняться от рационального расчета, Клара. О чем свидетельствует их присутствие здесь? Сварак, в прошлый раз мы так и не договорились. Взяли подчиненные дикого огня. Ваше сопротивление бесполезно. Результаты моих расчетов однозначен. Оставаться в подземье – оптимальная стратегия выживания. Эх, началось. Результаты расчетов – стратегии выживания. У меня нет времени выслушать твои разглагольствования. Уведи своих подчиненных, а то я за себя не отвечаю. Наблюдая, Клара. Даже в критических условиях люди не могут избежать разобщения и конфликтов. Но господин Сварак… Отказ человечества принять результат расчета представляет собой серьезную угрозу стратегии выживания подземья. Расчет завершен. Результат однозначен. Вооруженное подавление дикого огня и их союзников – оптимальный план действий. Он выглядит сильнее других роботов. Его роботы не кажутся слишком дружелюбными. Давай вот так. То есть это Сварак – это какой-то злой, злой жесткий вот этот дядька? Который защищает эту Клару. То есть они плохие. Мы играли за плохих. Ну не, он крутой. Он классный. Так, а ты никому не пробьешь, да? Какие-то 40% появляются, так что… Давай вот этого. А, ну ты его вообще угандошил. Окей. А, ну вот этого добивай. С первого раза он должен добиться. Ну да. Так, ты, значит, поддерживай. Пока ты песни не хочешь свою запивать. Так, теперь, значит, ты. Теперь он нас будет бить. А, он. Я думал, он призовет кого-то. Никого не призвал. Так, получается, вот так тебя. А что ты сделал? Что у них, вот эти вот штучки? Так, значит, у нас никого нет, кто его может пробить. Вот это прикол. Вот это, конечно, неожиданно. Так, 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 я нажал, я нажал. Добивай его. До него что-то сильно, он его и бьет. Какие-то 40% есть. Если он показывает, знаете, что-то происходит. Так, отправляй. О, давай, петь начинай. Как, как это? Мы без песни все это будем делать. Давай вот так. О, 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 все, добили. Ух, неплохо. Сколько таких здоровяков прячет сварок? Много. Вот почему дикий огонь так и не смог его победить. Нам не хватает людей, чтобы справиться с мощью сварога. Та девочка в красном. Почему ушел сварог? Давай про девочку спросим. Что за красная шапочка? Клара, за нее не беспокойся. Это лучшая подружка Сварага, всюду за ним ходит Он не причинит ей вреда Наверное, я просто привыкла видеть их вместе Даже если я этого не понимаю Эх, давайте искать бригадира Далеко идти не придется Хорошая работа взяли На нас с обеих сторон напали роботы Кто знает, откуда они взялись Мы думали, что это надолго Ха-ха-ха-ха-ха Бригадир, все в порядке? Кто-нибудь ранен? У нас все хорошо, уже привыкли Мы прогнали всех этих надоедливых роботов Некоторое время в шахте будет спокойно А кто эти ребята? А, ах, эти Это чужаки, которых сам попривел неизвестно откуда Им нужна услуга от Дикого Огня, поэтому я взяла их с собой Будет быстрее, если они объяснят сами Вы, бригадир, не просто вас отыскать Мы очень хотим подружиться с Диким Огнем Давай вот так Не очень легко тебя отыскать, бригадир Ха-ха-ха-ха Какой подходящий тон для нашей первой встречи Я тебя запомнил Ну а то Итак, вы столько сил потратили, чтобы найти Дикий Огонь Какая помощь вам нужна? Вы рассказываете Олегу Зеле о том, что произошло И о своей миссии по поиску Стелларона Ха, я не знал, что вы устроили шоу и для Надмирия Впечатляет Ого, что-то новенькое Дикий Огонь едва может позаботиться о подземье И теперь чужаки ждут от нас помощи Этот Стелларон, о котором вы говорите, я никогда о нем не слышал Но если это тайна, о которой не знаем даже мы, местные То одно имя все-таки приходит на ум Вы имеете ввиду Коколю? Вы имеете ввиду Сампа? Нет, давай Коколю Нынешняя верховная хранительница Лгунья, которая обманывает сладкими речами все подземье Наша жизнь ее не интересует Хватит, я не позволю оскорблять госпожу хранительницу Госпожа из Надмирия, мои слова могут причинить вам боль, но каждая из них правда Выйдя в города и сама... А, выйдя в города и сама посмотри, как здесь страдают люди А я ведь даже и близко не передал масштабы недовольства в подземье Но я учту твою просьбу Оставим этот разговор Вернемся к основной теме Имя, которое пришло мне на ум, было Сварок Что? Но ведь он заклятый враг Дикого Огня, верно? Откуда простому роботу в подземье знать важные секреты? Заклятый враг, это не то, как я это вижу Как и сказал молодой господин, Сварок холодная и бесчувственная машина Он признает только мертвую аргументацию своих расчетов Сварок не против Дикого Огня Или, может быть, следует сказать, Дикий Огонь Он не принимает во внимание Этот древний робот был свидетелем войны Если хотите с чего-то начать, он вполне может быть вашим лучшим источником Он правда такой старый, а выглядит свежо Ты имеешь ввиду войну с Легионом Антиматерии? Вот это давай Да, я слышал, что сотни лет назад в этот мир вторгся Легион Роботы ничего не забывают Если Сварок не слышал о твоем Сталароне, то, боюсь, вообще никто не слышал В таком случае надо придумать способ убедить Сварога пообщаться с нами Или заставить его передать свой банк памяти Мы сами поищем Что же делать? Мы неоднократно пытались договориться со Сварогом, но он отвергает все попытки Он считает, что Дикий Огонь представляет собой угрозу, но если пойдете вы... Ммм, трудно сказать У нас есть время, давайте поговорим о деталях завтра Уже поздно, и вы многое пережили Возвращайтесь в город и отдохните, я все устрою Опять устроенный отдых на этой планете начинает меня нервировать Что же да, девчонки из Срепрогривых Стражей У тебя есть время? Хочу кое о чем пошептаться Так Уж сколько их убалов от обезда мы прошли Нормально Так, что у нас дальше? Свидание на закате Продите в жильеры, предоставленные Олегом Беспорядки в шахте наконец-то закончились В благодарность за оказанную поддержку безымянными лидер Дикого Огня Олег согласился сотрудничать с вами Он также предоставил вам жилье Хотя в прошлый раз заселение в предоставленную гостиницу закончилось предательством Такое ощущение, что это было вчера Интересно, еще и не поздно вернуться к Экспрессу И попросить у Пампом минную растяжку Ха-ха, ничего себе Вот это, конечно, безопасность Минную растяжку Где мы вообще сейчас? И нам в Камнеград идти? О-о-о Значит, мне не дадите тут побегать, да? Так, броня Дикий огонь, бродяги, сварок Здесь все переменилось куда больше, чем я себе представляла Ох, что же пережила подземья после ухода Среброгривых Стражей Извини, ты что-то хочешь мне сказать? Как думаешь, о чем Олег хочет поговорить? Кажется, я знаю о чем Даже если бы Олег не искал меня, я бы сама его нашла Уверена, обитателям подземья есть что сказать И мне, как воину Среброгривых Стражей, нужно многое выяснить Вот и все Что ты думаешь о боссе Свароге? По словам Олега, это робот, участвовавший в оборонительной войне более 700 лет назад Он обладает почти человеческим интеллектом и управляет всеми механизмами под землей Во время войны архитекторы создали удивительных механических солдат Но битва была настолько ужасной, что большинство из них было повреждено или уничтожено Их налогия была утрачена Война против легионы антиматерии Если правда то, что говорит Олег, то Сварог творение архитектора, оставшееся от старой эпохи Вы и Зеле сработались Правда? Я не обратила внимания Я прошла серьезную военную подготовку Мне легко координировать действия с солдатами при любых обстоятельствах Ты можешь сказать прямо Действительно все только из-за подготовки? Давай вот так Я признаю, Зеле талантливо Мы сработались На этом все У меня больше нет вопросов Спасибо за заботу Тебе нужно вернуться в город Я приду, когда мы с Олегом закончим Олег? Ах, это ты, знаешь Здесь не лучше место для болтовни Будем краткими Что такое, значит Что такого, значит Замечательного в Свароге? Сварог? Он существовал в искусственном С искусственным интеллектом и старого света Он был здесь, когда подземье только начинало строиться Это все, что я знаю Теперь он охраняет центральный узел ядра печи Многие бродаги обосновались поблизости Ища защиты Сварога Что случилось в шахте? Ты уже многое знаешь от Наташи, верно? Шахтеры и бродяги подрались за жилу Потом прихвостни Сварога всех оттеснили Просто прогнали ли их? Значит Сварогу не нужна жила? Что ж, возможно их методам не хватало изящества Но по сути так они и сделали Если вы хотите услышать мое мнение То он предотвратил еще один конфликт в подземье Пусть и жестокими методами Его поведение кое-что говорит о его мышлении Если всех прогнали, конфликт исчерпан Что ты хочешь сказать броне? А, я слышал, что она из ребразивых стражей, которых прислали арестовать тебя Я ожидал, что вы будете менее дружелюбны друг с другом Ты беспокоишься о ней? Мы сейчас работаем вместе Не угрожай ей Даже очень Опа Блин, я Не думаю, что мы о ней прям беспокоимся И пусть он ее урожает Это не мое дело Мы сейчас работаем вместе О, работаете вместе? Понял, успокойся Я не буду усложнять ей жизнь Мы уже давно не видели здесь среброгривых стражей Я просто хочу задать ей несколько вопросов Не более того Мне больше нечем спрашивать Уже поздно Тебе следует вернуться в город и немного отдохнуть Так, зелье А, вы способны Если вам понадобится моя помощь, кричите Так, ты теперь нам доверяешь? Нам нужна твоя помощь Давай вот так Для этого нужно еще время Но вы не так плохи, как я думала Не только языками не мелите О, я хотела спросить у вас Это броня Она правда воин среброгривых стражей? Да, она их лидер Ты не веришь в нее? Давай вот так А? Она возглавляет стражей? Неплохо Просто я думала, что все среброгривые стражи были холодными и бесчувственными Они бросили подземь и умирать Но она не такая В любом случае, мне есть о чем доложить бригадиру Увидимся Так, с тобой нам особо не о чем говорить И бежать нам тоже особо вообще некуда, да? А, нет, что-то есть О, да, мы пойдем дальше, ребят Куда вы нас хотите отправить? А, тут тупик Ну, хоть что-то Ну, хоть что-то Ну, этих, этих должны они бить, да? Да И с этим они справятся Сильно они бьют Слушай, что-то вы жесткие какие-то А их там три? А, ну, уже два А, их было четыре? Ну, стало два На кого ты сейчас нацелился? На самого большого? Правильно Правильно Так, у нас есть еще лоча вылечит И у нас нормальная команда Так, у нас получается есть те, кто бьет Есть кто лечит и усиляет Ну, все нормально Я считаю, что это Все Хорошо Зарянке не хватает песен Вот я, я в прошлый раз сказал Что было бы классно Если бы Ей меняли песню У нее же выходят новые песни Почему они не могут Их сюда добавлять Чтобы она разные пела Это же круто Вообще классно, что песню добавили Поэтому я считаю, что она должна петь постоянно Просто постоянно Ну, разные А ты так с ума сойдешь Я, если прохожу чашелисты Или что-то подобное Начинает петь И ты все время слушаешь песню одну и ту же Она уже немножко Надоедает, конечно же Но Но 4 трека у нее есть 4 трека 3 мне нравятся 1 мне очень Как-нибудь послушай Напиши в комментариях Слушал ли ты вообще Треки Зарянки Кроме как вот Эту одну песню В видео В моих О, наконец-то Наконец-то А, и самое главное Самое главное У меня есть телеграм-канал Кстати, забыл сказать У меня стекла Телеграм-канал Он тоже будет по ссылке в описании Я его совсем забыл добавить Представляешь до этого Вот Так что подписывайся Там будет Обо мне О Играх О внутренней какой-то Кухне И прочим 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 Так что не забудь подписываться Ссылочка будет в описании Я ее Добавлю точно Ой В смысле? Подожди Я не понял А мы откуда пришли? Вы меня запутали Мы спустились сверху Да? А То есть вот здесь мы не были Тут надо быть внимательными Хорошо Тут я Тут я Опа Не ожидали? Блять Вот он я Ух ты сука А давай вот так А давай вот так У вас трое? Все У вас трое Это новая фишка Видишь я научился Сейчас у нас будет три О Еще и свинья У нас три боя Сразу подряд будет Это немножко сокращает Время Ой Начала песню петь Это немножко сокращает Время Это Сражений Потому что тут и подходишь Одних Завершил бой Потом подходишь к другим Завершил бой Подходишь к третьим Завершил бой Но это муторно А тут уже как бы Вот третий бой Пожалуй Еще две свиньи За раз Это странно Вам не кажется? Это слишком странно Сколько тут свиней? Это из-за жилых Так много здесь? Я не совсем понимаю Зачем? Ну пусть поет Ладно Подлечим ее Уже меня так забавляет Как она стоит поет Просто когда все дерутся Это напоминает мне Знаешь Как показывают В каких-нибудь борделях В этих На Диком Западе Где там Все дерутся Все бьют друг об друга Стулья Бутылки И прочее А какая-нибудь Девушка стоит На фоне На сцене И просто поет Просто поет А что еще делать? Ей Заплатили Она и поет А вас тут много Бандитов-то Сейчас я от вас тоже Тут всех зачищу Чтоб никто тут не мешался Так Давай следующий А тут две волны будет Да? Эээ Блять Это Это знаешь Тут Когда они вот это все делают В испытаниях Это сложно Там надо думать Они все сильные Такие И третья свинья Охренеть А когда это происходит Здесь Когда мы так прокачаны То это вообще Как-то не особо критично Видишь мы их как бьем Страна что свиней никто не бьет Только рацию за свинью Отвечает Ой могла не петь Ну ладно Мне не жалко А мы и закончили Да? Ну почему нет? Можно и так Так А можно мне Побольше Побольше сюжета Пожалуйста Так Тут Ничего нет Издалека бы Они показывали Что тут можно брать Что нельзя брать Было бы замечательно А И все Мы чисто Вот поднялись Все мы пришли Да? За сундуком И тут больше нету Ничего Да Так и есть Значит идем Там есть сражение Какое-то опять жесткое А вот которых мы видели Ребят Это же лифт Это же лифт На котором нам нужно подняться И мы окажемся наверху Это такое сокращение Получается у нас будет теперь Значит я иду сюда Так Это мне понадобится А вы типа сильные Ох ты засада Ты че у меня Со спины Девушку со спины ударил Ну это вообще фу Это вообще фу Вообще некрасиво было А сколько вы будете ходить Остановитесь Сейчас мы с вами Быстренько разберемся И все Вот тут Я надо было бы песню петь Согласись Давай быстрее Пополняй себе Эту штуку И пой песни А то как-то Не комит Что ты просто молчишь А так мы Почти победили А так тут Две волны будет Их же там Два человека было Так Хорошо Он его сейчас добьет Смотри Я сейчас тебе отвечаю Все Ага Вот подошли вторые Ну Зарянка Блядь Пойдет опять Наверное В самом конце Ну и пусть Пойдет В целом Ты че Ну подожди А большая шахта Откроется потом Наверное да Мы должны поспать Потом откроется Большая шахта Чтобы мы могли Дальше пройти С одной стороны Это удобно Что ты Не проходишь Сразу всю локацию То есть как-то Сюжет тебя держит В каких-то рамках Это с одной стороны Хорошо Что мы вот Прошли половину Где-то этой карты Все Нам нужно возвращаться Обратно Но Вернемся ли мы Потом вообще сюда Вот это вопрос Потому что Вообще Вообще Не факт Отдавай мне Мой сундук Там щиты Нам дают Да дают щиты О мы же Войдем в камнеград А там Я куплю себе Эй да лон Опа А нельзя пройти Прикинь Эээ Вы че Зажопились Тут сделать Проходящую штучку Проходящую штучку Зажопились Сделать Опустили Теперь все Работает Да А я это Прочитал Свидание На закате А да Это я читал Хорошо Поднимайся Даже без слов Понимает меня О Вот Красиво Вот здесь Вот здесь Красиво Так Подожди Вот лучше Отсюда Так вот Камеру Развернем А Вот Вот так Давай будет Опа Сохранить Ой нет Нет а можно А можно А можно Вот Вот так Наверное Даже Ага Не знаю Оно мне пригодится Не пригодится А можем вообще Еще вот так Сделать Вот так Все Куча превьюшек Вообще С этой штукой Скорее Всего А возможно А возможно Я сделаю А ты что В смысле Почему У вас там Опять Так До хера А то есть Все Открылось Я могу Сейчас С вами Тут Пройти Все Куда Я бегу Куда Я прибежал А почему Вас Опять Тут Так Много Я Что-то Не понял Прикола А я Знаешь Что Думаю Ну Мы Пробежим Просто Их Очень Много Почему То Я знаю То что Мы можем Пройти А потом Там Будет Свободно Все Либо Могут Появиться Там Пару Человек Но Это все Ерунда Почему Здесь Их Прям Куча Целая Значит Делаем Вот так Иди Сюда Иди Сюда Ты Иди Сюда Ты Иди Сюда Еще Там Кто-то Есть А куда Ты Иди Сюда Вы Соединились Все Так Значит Тут Этих Троих Сразу И Свинья Еще Одна Интересно Почему Свинью Дают Или мы Все-таки Карту Открыли И мы Можем Исследовать Эту Локацию Типа Все А ну Тут Смотри Тут же Все Успокоилось То есть По идее Мы можем Теперь Спокойно Везде Пройти И Вся Карта Будет Открыта Это Это Сейчас Закончим Бой Я посмотрю Карту Что Понять Вообще Куда Нам Надо Ити И Что Мы Уже Делали А Что Не Делали Потому Что Скорее Всего Вот Мы Этот Сюжет Прошли Со Сварагом Небольшой После Вот Этого Надо Будет Должно Должно Было Все Открыться Так Побежали Есть Там Кто-то Есть Там Никого Нет И Мы Там Были Тут Тоже Никого Нет Вот Здесь Будут Ребята Несколько Штук Иди Сюда Все Вас Трое Окружили Окружили Диваш Откру Окружили Давай С ними Разбирайся Но Я думаю Что Моя Логика Верна То Что Мы Завершили Эту Всю Сейчас Миссию То Есть Шахты Скажем Так Освободились И Все Супер Круто Надо Посмотреть Сколько Здесь Свиней Копилок Что Ты Их Очень Дохера Как То Каждый Раз Там Попадаются Эти Свиньи И Вот Эти Тоже Кстати Шапках Ушанках Ну Последние Остались Давайте Тоже Пожалуйста Быть Еще Сразу Ж Свинья Я Что Не Понимаю Прикол Я Знаю Что На Карте Это Показывается Сколько Должно Быть Свиней А Это Свинья Живуче Ты Посмотри О Прикол Сейчас Должны Были Ити Вот Эти Ребята А Мы Опередили С Помощью Зарянки Это Очень Удобно Все Добили А Чего Такие Жесткие Стали Я Не Понял Прям Что Раз 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 Смотри Короче Открываю Карту И тут Написано Свинка Копилка Одна А То есть Это Значит Они Просто Могут Выпадать Это Все Не То Окей Так Ладно Бежим Еще Раз Смотрим Здесь Ничего Никого Мы Здесь Были Значит Все Хорошо Я Думаю Просто Вряд Ли Не Будут Вот Появляться Это Чисто Наверное Потому Что Мы Открыли Карту И Теперь Просто Появляются Вот Эти Все Нехорошие Черти Пошли 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 Где Второй Вы Подойдете Сюда Оба Свяжитесь Коннектитесь Ёб твою мать Что же У вас Такой Вы Что Через Экпорт Блять Работаете Блять Вот Эта Свинья Она Она Делает Плохо На самом Деле Она Отвлекает Нас От Основных Вот Этих О А так А так Можно Было Почему Так Долго Блять Быстрее Сражайтесь Просто Рацию Все На Свинью Потратил Все Свои Супер Удары На Свинью Отправил Так Ну Давайте Быстрее С ними Завершайте И мы Пойдем Дальше Потому Что Мы Прошли Круг Вроде Как Практически Все Так Я Смотрю Карту Потому Что Уже Как Раз Время Подходит К Концу Нашего Прохождения Так Получается Да Это Спуск А нам Ити Туда И там Должно Быть Все Открыто Серьезно Открыто Ну Отлично Тогда Вот Здесь О А тут Прям Что Ребята Тусят О Тут Спокойно Кстати Хрр Пора Просыпаться Тебе Не Нужно Работу Работа Лишь Малая Часть Моей Жизни Я Предпочитаю Работать Один День И Три Дня Отдыхать Хрр Хе-хе Пора Завтракать И так Весь День Проспал Завтракать Ты Не Ел Весь День Давай Вот Да Обычно Ем Только Один Раз В день А Первый Да Это Завтрак Верно От Такого Не Умирают Смотри Я Ведь Живой И Не Надо Меня Жалеть Все В Порядке Кстати Зачем Было Снова Меня Будить Мне Вот Любопытно Как Можно Жить На Такие Мизерные Деньги Не Так То И Много У Меня Расходов Один Один Поел Вся Семья Сыта Если Будешь Есть Раз В День Сэкономишь Кучу Денег На Еде Не Помни Неправильно Я Ем Только Один Раз Не Для Того Чтобы Сэкономить Деньги Основная Причина В том Что Я Сплю Вдоволь И Я Мало Работаю Поэтому Естественно Потребляю Меньше Энергии У Меня Нет Желания Ничего Покупать Посмотри Мне Хватает Моей Старой Одежды А Больше Мне Ничего Не Нужно Почему Ты Такой Ленивый Ленивый Да Нет Же Это Просто Такой Образ Жизни И Дело Не В Том Что Я Бездельнич Я Выполняю Минимальную Работу И Выполняю Ее В Срок Я Думаю Что Работа В Мелажу Все Знают Мой Тем Пирамент И Спустя Некоторое Время Все Привыкли К Моему Образу Жизни Ведь Я Никому Не Мешаю Верно И Вообще Кого Интересует Жизнь Других В Наш Это Дни Хорошо Если О У меня Больше Нет Вопросов Вообще Вопросов Больше Не И Все Вообще Расписал Обосновал Молодец Так А И Мы Как Раз Выйдем Книзу Ну Вот Мы Прошли Круголя Ля 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 Нормально Нормально Собираем Опять Куча Куча Писанины Ёп Твою Мать Кто Ее Будет Читать Да Я ее Не Прочитаю Вовек Что Вы Тут Старший Оператор Вагонеток Сколько раз Я тебе Говорил Почему Ты Не Можешь Понять Ой Это Слишком Сложно Ученик Оператор Вагонеток Так Это Все Ради Этого Я К вам Подошел Хорошо Побежали Вот Она И Свинья А Вот Она И Свинья Хер От Меня Убежишь Опа Я Я Уже Знаю Как С тобой Сражаться Все Лупите Эту Свинью Рацию И Сказал Лупи Свинью Вы Будете Свинью Лупить Пожалуйста А то Она Убежит А Все Не Убежит Зарянка Петь Начала Если Зарянка Поет То Свинья Не Убежит Можешь Можешь Эту Цитату Свинь Можешь Статусе ВКонтакте написать Я считаю что это очень прям философская мысль А есть Вот это есть Я вообще не помню такого места Мы Видимо До сюда не дошли Да Сундуки Куча сундуков Вещей Книг Ой Кошмар Какой А Сюда же нельзя заходить Никуда Да А вот мы И Куда-то пришли А ну вот почти дошли до этого места Все Сундуки мы нашли все И вот мы добежали Супер Шикарно Время еще есть Для чего А время еще есть Для того Чтобы Посмотреть Часть Сюжета Что там такое Достижение Ярко И гладко Получите Три Древних Монеты А Так Тогда мне Подожди Мне нужна Навигация Мне нужно Мне нужно Мне нужно Вот О Мне как раз К этому торговцу И нужно Телепортируемся Ближе А вот он Продай мне Эдалон Скотина Я очень долго Его ждал Я хочу Кое-что купить Вот это Хочу Вот это Хочу Оно мне Нужно Так Это что Рецепт Супер Рецепт Бери А еще Бери еще Рецепт Так Что у нас Еще есть И давай Вот этих По одному Возьмем Подтвердить Все Да Получай Все Что нам Положено А что Мы много Так потратили Нельзя Просто Все Получить Ага Все Так Хорошо Ой Это что Мы Дикий Огонь Четыре Штуки Это для Кого Так Синтез У нас Есть Генератор Генератор Поле Антиматерии Эффект Увеличивает Силу Атаки Всех Союзников На 260 И Критический Шанс На 8% В Следующем Бою Открываем Рецепт Вот Камень Камень Монумента Вечной Зим Повышает Шанс На Сопротивление Эффект Заморозки Всех Союзников На 50% В Следующем Бою Открыть Рецепт Ага Так Персонажи И что У нас Получается Эйдолоны А это Эйдолон Ты мне Отметил А Четвертый Разрушающий Взгляд При попадании По Противнику С Пробитой Уязвимостью Критический Шанс Повышается На 25% Ага Супер Что у него В руках Так А Кому мы Взяли Конус Световой Конус Кому мы Его Взяли Сменить Какой Он Был Я Уже Блять Забыл Вот Это Или Не Вот Это Вот Этот 4 Короче Хрен Узнает Не будем терять На это Время Ты Вот Ты Мне Можешь Подсказывать Чего Кому Куда Отправлять В дискорде В моем На сервере Там Ребята Как раз Делятся Своим Мнением Подсказывают Как лучше Сделать Так что Считай Что мы Проходим Игру Вместе Вот Так Представляешь Это На самом деле Очень Удобно Герти Ох Мы Должно Быть От Олега Добр Пожалуйста Гран Да Вот Ага Вы Наверняка Видели Этот Стильный Отель Гёте На поверхности Верно Ох Не Самые Приятные Воспоминания Об этом Месте Наш Гран Отель Филиал Отеля Гёте В Надмирье Насколько Несколько Сотен Лет Назад Предок Из Семьи Гёте Был Амбициозен И Стремился Построить Что-то Больш Большое Из Ничего В Конце Концов Он Осуществил Свою Мечту И Открыл Филиал Отеля В Самом Дорогом Районе Надмирье У Людей С Большими Мечтами Такая Впечатляющая Решимость Олег Хочет Чтобы Я Хорошо Обо Всех Вас Позаботилась Вот Вам Ключ Вы Будете Жить В Нашем Никаких Сюрпризов Этот Олег Он По крайней Мере Кажется Искренним Что Думаете Ребята Ну Давай Думаем Быстрее Я Считаю Что Он Хорош Человек Внешность Оманчива Без Комментариев Да Я Считаю Что Он Нормальный Что Ты Не Согласен Со Мной Даже Не Скажешь Что Крутое Типа Внешность Оманчива Я Не Любитель Споров Но Если Вы Сегодня Ночью Один Из Нас Должен Быть На Страже На Страже Мы Теперь Космический Дозор Прямо Как Фэнтези Ах Так Спать Хочется Март Выглядит Самой Бодрой Это Насчет Того Что Будет Подать Нам Хороший Пример Даньхэ А Давай Типа Давай Март Отправил Нет Это Не Так Кроме Того Я Никогда Не Бодр Остала Всю Ночь Но Знаете Как Это Вредно Для Кожи Давайте Я Броня Ты С Олегом Договорилась Надеюсь Он Не Усложнил Тебе Жизнь Не Совсем Хотя Это Был Не Самый Дружелюбный Разговор Наши Взгляды Не Вполне Сошлись Я Много Узнала За Такое Короткое Время Сомневаюсь Что Смогу Заснуть Сегодня Вечером Не То Чтобы Я Тебе Не Доверяло Но Я Сомневаюсь Что Смогу Спать Пока Ты Будешь На Страже Ты Офицер Среброгревых Стражей В Подземье Тебя Могут Навредить Не Удивлюсь Если Так И Произойдет Среброгревым Стражем Есть За Что Извиняться Перед Местными Если Бо Кто С самого Начала Высказался Я Тут Мы Уже Все Сделали Так Что У нас Тут Написано Свидание На Закате Беспорядки Наконец Закончились Благодарность За Оказанную Поддержку Безымянными Лидер Дикого дня Олег Согласился Сотрудничать С вами Он Также Предоставил Вам Жилье Отделка В этом Гранд Отеле Действительно Очень Простая Врагу Даже Спрятаться Негде Вы Чувствуете Себя Здесь Как Дома Я Уже Тут Все Ответил Сказал Что Мне Все Нравится Все Отлично Вообще Супер Ситуация Кровать Очень Мягкая Но Эта комната Кажется Более Уютной Чем Холодная Оформленная Отель В мире Это Куска Я так Устал Надеюсь Получится Хорошо Выспаться Я потеряла Ее Мое Желание Ваш Так Называемый План Какой Во Всем Это Смысл Оставь Печали Горе Бесполезные Чувства Хватит Она Моя Дочь Моя Единственная Вы Бездушные Чудовища Да Что Вы Вообще Знаете Вам Никогда Не Понять Никогда Ты Не Потеряла Ее Она Ждет Тебя На Другой Стороне Новый мир Стань Хранительница Исполни Свою Судьбу Исполни Желание Матери Снова Этот голос Такой Странный Сон Можно И прогуляться Раз уж Не спится Так Смотри Свидание На закате Хотя Этой ночью Звук Тяжелых Сапог Вас Не Беспокоил Однако Вы Проснулись От Странного Шепота В Своем Сне Вот Уже Несколько Дней Вам Снится Один И Тот Ж Кошмар Это Странное Совпадение Не Дает Вам Покоя Вы Попробовали Все возможные Позы Для Сна Но Все Равно Не Можете Заставить Себя Уснуть Почему Вам Не Прогуляться Я Просто Что Боюсь Смотри Если Мы Выйдем Начнутся Ролики А Мы Сюда Не Вернемся Вот Видишь Поэтому Надо Посмотреть Кто Там Ходит Покажись А Это Ты Больше Не Подкрадывайся Ко Мне Сзади Повезло Тебе Что Я Была Без Оружием Тебе Тоже Не Спится Последнее Время Мне Снятся Кошмары Я Беспокоюсь О будущем Не Могу Заснуть Если Не Проработаю 8 Часов Давай Вот Так Последнее Время Снятся Кошмары Сусь Я Понимаю Чем Больше Это Тяготит Твой Разум Тем Больше Твои Страхи Превращаются В сны Вообще Раз Мы Одни Могу Я Тебя Кое Спроси Дань Хэна Да Я Вообще Не Местный Он Лидер Группы Кажется Что Он Так Спокой Во Всем Ты Знаешь Мне Так Сложно Было Вам Поверить Некоторые Ваши Слова Чужды Для Тех Кто Всю Жизнь Прожил В Белобоге Мне Показалось Что Приказ Госпожи Коколи О Борисе Звучал Разумно Но Почему Она Не Отдала Его Сразу Должно Быть Она Что То Поняла О Тебе То Что Я Еще Не Смогла Понять Для Себя Это Беспокоит Меня Что Должно Было Произойти Чтобы Вызвать В ней Такие Резкие Перемены Тем Не Менее Приказ Есть Приказ Солдаты Не Смеют Сомневаться В Командовании У Тебя Не Было Выбора Только Дураки Слепо Подчиняются Приказом Не Давай Вот Так У Тебя Не Было Выбора Че Сказали Делай Мне Не Нужно Твое Прощение По Правде Говори Я Не Была Уверена Что По Ступаю Правильно Но Я Была Обязана Выполнить Приказ Раньше Воины Над Миря На Передовой Гибели Толпами Но Фрагмент Продолжал Продвигаться Тем Не Не Поэтому Всех Стреброгривых Стражи Превратиться В руины Возможно Матушка Ошиблась Ошибалась Но Как Я Могу Заставить Ее Передумать Я Пыталась Но Она И Слушать Не Желает Не Знаю Как До Нее Достучаться Мы Поможем Тебе Ты Должна Стать Верховной Хранительницей Во Давай Вот Так Ты Должна Стать Королевой Ты Имеешь Ввиду Как Такое Могло Прийти В голову Точно Нет Ни За Что Чем Больше Я Думаю Чем Хуже Становится Я Думаю Об Это Еще Больше Я Просто Хочу Лучшей Жизни Для Жителей Белобога Мир Сложнее Чем Ты Думаешь Давай Помогать Друг Другу Возможно Так Получится Что-то Изменить Ты Не сможешь Предразедить Конец Света В одиночку Давай Вот Это Будем Помогать Друг Другу Че Ты Не Стесняйся Может Да А Может Нет Сейчас Мне Нужно Больше Времени Чтобы Подумать Пойдем Прогуляемся Давай На Время Забудем О Наших Проблемах О Я С Тобой Так Долго Разговаривать Не Намерен А Все Давно Я Так Не Гуляла Мы С Тобой Только Подружились А Уже Бродим По Незнакомому Мне Месту Никогда Бо Не Подумала А Давай Не Буду За Тобой Идти Здесь Так Непривычно Тихо Эх Чем Тише Вокруг Тем Громче Звучат Мысли В голове Все Ты Замолчала Я Думаю Что Мы На Этом Закончим Потому Что Время Раз Четко Четко Как Как И Положено Нам Так Снаружи Вы Обнаружите Броню Видимо Она Тоже Не Поговорите С броней Узнать Что Ее Беспокоит Я Просто Не Буду Вот Она Же Не Будет Ничего Делать Я Просто Если Че Это Что Такое Отстаю Нужно Догонять Броню Ага Все Окей Окей Значит На этом Мы Закончим Вот На Таком Месте Так Да В любом Похеру Надеюсь Тебе Понравилось Это видео Подписывайся На канал Оставляй Лайк Комментарий Делись этим роликом С друзьями Ставь колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Скоро Увидимся Всего